Сегодня мы с вами, мы это Морозова Елена Владимировна, методист МЭО, и Шумакова Екатерина Олеговна, она является у нас доцентом кафедры методики преподавания математики в нашем государственном педагогическом институте. Екатерина Олеговна, мы вас тоже видим, здравствуйте. Мы с вами как раз и поговорим о том, каким образом можно реализовать проектную деятельность с использованием цифровой образовательной среды, мобильное электронное образование. Я хочу начать свое выступление со слов нашего великого академика Калмогорова, что не существует сколько-нибудь достоверных тестов на одаренность, кроме тех, которые проявляются в результате активного участия хотя бы в самой маленькой поисково-исследовательской работе. Поэтому сегодня, когда ключевым моментом, элементом модернизации российской школы является федеральный государственный образовательный стандарт, возникает необходимость сделать акцент на организации проектной и исследовательской деятельности школьников как эффективных методов, формирующих умение учащихся самостоятельно добывать новые знания. Проектная деятельность обучающихся в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом является неотъемлемой частью образовательного процесса. Поскольку принципиальным отличием обновленного федерального государственного образовательного стандарта 2021 года является конкретизация требований к личностным, метапредметным, предметным результатам освоения обучающимися программ общего образования, формирование функциональной грамотности обучающихся, вариативно сориентированно углубленное изучение учебных предметов, которые необходимы для продолжения получения образования и дальнейшей трудовой деятельности, то вот все это мы можем реализовать, если будем использовать как раз вот метод проектов или проектную деятельность. Инструментом достижения данных, перечисленных выше мною, результатов являются универсальные учебные действия. Поскольку назначение проектной деятельности является развитие базовых навыков освоения знаний, а именно универсальные учебные действия, формирование способностей к самооценке и построению конструктивного диалога, освоение навыков организации учебной работы, развитие мышления, то поэтому проектная деятельность в обновленном федеральном государственном образовательном стандарте занимает особое значимое место. И она выступает как одно из требований к метапредметным результатам, она выступает как составная часть требований к предметным результатам, как оцениваемая форма учебной деятельности, как основная форма учебной деятельности, которая развивает универсальные учебные действия, и часть программы формирования универсальных учебных действий. Ну, вы видите, что у нас в федеральном государственном образовательном стандарте есть виды проектов, а именно, проект может быть информационным, исследовательским, практикоориентированным, может быть прикладным проект, творческим проект может быть, социальным или социально ориентированным. Сегодня мы с вами собрались для того, чтобы показать, как, используя систему мобильное и электронное образование, мы можем с ребятами организовать проектную деятельность, и осуществлять проекты на базе основной школы и среднего общего образования. Я сейчас хочу передать слово Екатерине Олеговне. Она вам расскажет о том, как, используя систему мобильное и электронное образование, можно реализовать проектную деятельность со школьниками. А затем я вернусь в эфир, и покажу некоторые проекты, которые были реализованы с использованием цифровой образовательной среды, мобильное и электронное образование. Екатерина Олеговна, пожалуйста, вам слово. Спасибо, Елена Владимировна. Здравствуйте, коллеги. Мы сегодня поговорим о том, как... Елена Владимировна, вы свою презентацию, пожалуйста, отключите. Спасибо. 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 Почему-то у меня показывает не ту презентацию, которую при переключении ошибка. Давайте попробуем еще раз презентацию отключить и еще раз запустим. Вот, да, теперь все хорошо. Сейчас давайте на первую страничку я вернусь. Итак, мы поговорим о том, как же можно использовать ресурсы МЭО для подготовки проектов со школьниками. Так, на сайте МЭО мы можем увидеть рабочие тетради. Их можно увидеть, перейдя к библиотеке курсов и выбрав нужную вам дисциплину. Ну, в данном случае у меня, вы видите, в правом столбце выбрана дисциплина «Алгебра». И рабочие тетради имеются для седьмых, восьмых, девятых классов. Дисциплина «Алгебра» называются они «Рабочие тетради с заданиями проектного и исследовательского характера». Переходя на каждую из этих тетрадей, мы можем увидеть, какие же темы представлены для работы. Так, например, в седьмом классе мы видим перечисленные 10 тем. Эти темы соответствуют изучаемым темам в этих классах. Для восьмого класса вы уже видите 11 тем, также соответствующих классам. Ну и далее для девятого класса также присутствуют темы. Здесь их уже больше, это 16 тем. Стоит сказать, что содержание этих онлайн-курсов и этих же тетрадей по предмету «Алгебра» соответствует всем требованиям образовательного стандарта, а также содержанию примерных рабочих программ по предмету. Методика, которая встроена в данные онлайн-курсы учебные, обеспечивает реализацию системно-деятельностного подхода и формирование универсальных учебных действий. В ходе работы с этими курсами учащиеся могут сформировать свои личностные навыки, предметные и метапредметные навыки. Списки, которые мы рассматриваем тем в этих рабочих тетрадях, интерактивные. Нажимая на каждую из этих тем, мы открываем ее элементы, а именно список заданий, интернет-уроков, включающих каждую конкретную тему. Рассмотрим некоторые примеры содержания тем, что же предлагают выполнять для реализации проектов, для того, чтобы научить школьников проектной деятельности. В начале каждого занятия предлагается некоторое задание. Это задание требует изготовить продукт, как и принято в ходе проектной деятельности. Так, например, для 9 класса мы выбрали тему элементы комбинаторики. Ну, здесь стандартная навигация для сайта МЭО. Так, например, в первой строчке мы видим и тот курс, с которым находимся, с синим шрифтом. Это алгебра 9, рабочая тетрадь. Видим название занятия, которое мы выбрали, элементы комбинаторики. Кроме того, в правой верхней части страницы видим навигацию. Сейчас мы в начале, вот зеленый кружочек, вы видите, выделим. Это первое задание. Дальше мы можем переходить к следующим страницам, ну и к итоговым страницам этого занятия. Так, здесь предлагается составить отчет о спортивных соревнованиях, ну, с учетом математики и темы комбинаторик. Кроме этого, предлагается список вспомогательных материалов. Ну, в данном случае, в соответствии с темой, это перечень формул, а также понятий, которые здесь используются. Ну, мы видим, например, здесь размещение, сочетание, соответствующие формулы, там, перестановки. Нажимая на эти ссылки в списке справа, вы можете увидеть формулировки определения этих понятий, а также формулы, которые могут пригодиться для работы в этой теме. Но, выполняя такой отчет, учащимся может потребоваться некие знания, помимо перечисленных определений. Пройдем дальше. На следующих страницах, первой и второй, как вы видите, предложены как раз интернет-уроки. Расположены уроки, в них задания по той же самой теме, задания здесь все с открытым ответом. Ну, например, мы видим задание, где речь идет о нескольких буквах, используются 10 букв, из них составляются всевозможные слова, мы знаем, жители племени знают только слова из 4 букв, и буквы не повторяются. И предлагается узнать, о каком же словарный запас жителей. Ну, здесь, конечно, школьникам стоит вспомнить, что они знают из темы комбинаторика. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно нажать ссылку с надписью «Приступить к выполнению». На появившемся окне мы видим, что задание вновь здесь сформулировано и имеется поле для того, чтобы ввести ответ. Учащиеся могут ввести ответ, как в этом поле, прям набирая с клавиатуры, так и нажав на индикатор тут слева в виде скрепочки, прикрепить любой файл со своего компьютера. Он может быть текстовый, фотографический, может быть, они сфотографируют свое решение. Ну, в зависимости от задачи, выберут вариант представления ответа. Затем они его направляют на проверку учителя с помощью указателя справа. Учитель может это решение проверить и выставить оценку ученику. Проходя по этим заданиям, интересно посмотреть, а какие же другие виды проектов предлагают нам составители учебника. Это самое интересное, это результат деятельности проектной. Так, например, в занятии для восьмого класса по теме, ну, схожая тема, ту же линию продолжим рассматривать по теме статистика, вероятность и комбинаторика. Здесь предложено, ну, такое творческое задание, где требуется составить сборник задач, ну, соответственно, по статистике, теории вероятности и комбинаторике. Здесь описано, какую тему нужно отразить, какие ключевые слова можно использовать, ну, и желательно использовать. Также в списке справа они перечислены. Кроме того, указано подробно, а что должно быть в задачнике, то есть дан некий план для работы учащимся. Ну, здесь предлагается по темам статистики вероятности составить задачи, используя сложение и умножение вероятностей, а также для темы комбинаторика составить задачи, использующие разные формулы, то есть это и перестановки, и размещение, и сочетание, ну, и указано минимальное количество предлагаемых задач. Кроме того, необходимый атрибут задачника – это ответы должны присутствовать в нем, ну, и предлагается также составить еще и решивок. Вот такой объемный труд должен получиться в ходе выполнения этого задания. Далее мы, продвигаясь по этому занятию, видим, что все ключевые слова также представлены с пояснениями, то есть нажав на ссылку, мы видим определение каждого из понятий. То есть есть возможность освежить в памяти эти понятия. На дальнейших уроках, ну, это страница 1 и 2, мы видим индикацию справа сверху, предложены задания, также они такие проектного характера, где, например, предлагается для тренировки и для набора неких задач для сборника, например, составить ценовой ряд на любой товар из магазина, который более знаком и интересен для школьников. Ну, есть требование, что в списке должно быть не менее пяти значений цены на тот товар, который мы выбрали. А далее предлагается составить ряд из этих значений и найти для него среднее арифметическое, моду, размах, медиану. Как мы помним, справочная информация есть, можно ее освежить и приступить к выполнению. Опять же, нажав ссылку «Приступить к выполнению», мы попадаем в окно, где либо вводим ответ, ну, поскольку здесь задание довольно объемное, то, возможно, удобнее как раз будет воспользоваться возможностью прикрепить свой файл с выполненным заданием, ну, а учителю потом проверить и его оценить. Проследим эту же тему для седьмого класса. Здесь тема называется «Обведение в комбинаторику», задание также предлагается творческое, то есть мы только еще познакомились с этой темой, однако задание творческое такого характера. Здесь предлагается создать рекламный буклет, ну, который назвать, например, так, «Комбинаторика вокруг нас». Для этого стоит школьникам обратить на окружающий их мир и посмотреть, а как комбинаторика может им помочь, например, при выполнении покупок или в кафе или в ресторане, а как она помогает в играх или где встречается в литературе какие-либо упоминания о комбинаторных сочетаниях. Здесь также имеется список ключевых слов, они точно также даны с подробным описанием. При необходимости можно вспомнить, что же обозначает каждое из понятий и как вычисляется то или иное количество возможностей сочетаний, размещений или перестановок. Порасследим на других примерах, вот мы видим, подробно здесь написано, в том числе и с формулами. На других примерах последим также наполнение характера заданий проектных и что предлагается для справочного материала, то есть как можно помочь в ходе выполнения этих заданий школьникам, как его настроить на проектную работу. Все занятия содержат справочную информацию, но вот, например, для темы системы линейных уравнений в списке справа мы видим перечень всех доступных школьнику изученных алгоритмов решения системы линейных уравнений. Вы видите здесь и графический способ, и способ подстановки, и способ сложения, то есть выполняя задания по составлению таблицы о решении систем, то есть школьники сводят в такую общую таблицу свои знания, но они их могут освежить, обратившись к перечню ключевых слов. Однако, если этих кратких сведений будет недостаточно и появляется необходимость освежить более подробно теорию или, например, потренироваться в решении задач, может быть, эта тема уже как-то не так ясна в памяти школьника, как решать такие задачи, как составлять такие задачи. Можно воспользоваться еще и учебным курсом на сайте. Учебный курс по тому же классу мы с вами рассматривали седьмой класс, и тема была решение уравнений, решение систем уравнений. Так и здесь мы можем найти тему системы линейных уравнений в алгебре седьмого класса. Она содержит три интернет-урока. Это подробное описание линейных, что такое линейное уравнение и как составляются системы. Способы решения подробные и примеры задач, где требуется решить такие системы. Примеры задач здесь уже не с открытым ответом, где школьник заранее не знает, правильно он решил или нет. Мы помним, что в предыдущих проектных задачах задание уже оценивает учитель, то, которое школьник выдал, и он не видит сразу же обратную связь, через какое-то время он ее получает. Здесь же в заданиях они с выбором ответа и возможностью сразу же проверки правильности их выполнения. То есть, наверное, для первоначальной тренировки удобно будет использовать такие задачи. И если задача будет решена неверно, то появляется предложение попробовать еще раз. Ну, здесь это осуществляется таким образом. Мы выбираем, выполняем те действия, которые нам предлагают. Это либо подставляем слова, предложенные в открытые окна, либо выбираем из предложенных вариантов тот, который считаем верным, нажимаем на вот такая тут галочка в квадрате. Если наш ответ неверный, то система нам предлагает попробовать еще раз. Таким образом, мы тренируемся и видим, сразу же получаем обратную связь, верно ли мы выполнили то или иное задание. Ну, а затем можем уже вернуться к заданиям с открытым ответом и выполнить их правильно. Они более сложные, поэтому удобно тренироваться на более простых заданиях. Вот таким образом можно выстроить работу, выставляя задания для школьников из любой темы для тетради и проектно-исследовательской деятельности, предложить им пройти проектные задания. Ну, а если возникают сложности, то обратиться и к учебным курсам для того, чтобы освежить теоретический материал и потренироваться на более простых заданиях. Спасибо за внимание. Я передаю вновь слово Ирине Владимировне. Так, свою презентацию останавливаю. Коллеги, если есть вопросы, задавайте, пожалуйста, ее с удовольствием отвечу. Спасибо, Екатерина Олеговна. Спасибо. Мы продолжим с вами смотреть метод проектов, как можно реализовать федеральный государственный образовательный стандарт, используя метод проектов. Я сейчас уйду немножко вперед, потому что мы часть презентации моей уже с вами посмотрели. И я хочу вернуться к тому, что вот у нас школы в городе Челябинске работают с системой мобильное и электронное образование. И вот очень хорошо, что Екатерина Олеговна показала, как можно использовать рабочие тетради проектного и исследовательского характера и связать эти тетради непосредственно вот с учебной деятельностью, которая проходит на уроках. Я сейчас хочу показать вам, что вот у нас есть алгебра 7 класс, занятие 2, есть интернет-урок, линейная функция и ее график. Вот исходя из того, что ребенок обучался по этому учебнику, с использованием этого учебника, с использованием мобильного и электронного образования, то вот в этом интернет-уроке по теме линейной функции и ее график было предложено в рамках системно-деятельностного подхода, вы видите, через глагольную форму есть такая позиция, как «размышляем». И было предложено, рассмотрите анимацию, придумайте два процесса, которые можно описать формулой, рассмотренных в анимации, и напишите свой ответ. Но я сделала только картинки этой анимации, то есть вы видите, что вот здесь показан склад, со склада вывозится готовая продукция. Вторая картинка предложена, что выехал автомобиль, и через некоторое время, значит, проехав 10 километров, нужно найти будет расстояние. Причем обратите внимание, что это вроде как текстовая задача, но решать мы ее можем и графически, в теме «Линейная функция» и ее график. Кроме того, значит, третьим примером в анимации это была связь с физикой, а именно показан коэффициент жесткости для какой-либо фигуры. Нужно было определить. Ребенок, который обучался по этому, с использованием этого мобильного электронного образования, значит, решил в девятом классе создать индивидуальный проект, тема, графический способ решения текстовых задач. То есть, уважаемые коллеги, смотрите, то есть вот проектная деятельность, это деятельность и ученика, и деятельность, конечно, учителя, потому что учитель помогает, подсказывает ребенку и в выборе темы, и в выборе того, что он будет, потому что проекты ведь у нас бывают междисциплинарные, бывают чисто по математике, проекты, правильно? Вот здесь вот обратите внимание, в 35-м лицее города Челябинска был такой создан проект, индивидуальный проект, тема «Графический способ решения текстовых задач». Тип проекта предложен исследовательский, выполнил его Васильев Петр Владимирович, обучающийся 9-го физико-математического класса, и наставником является Разина Татьяна Николаевна, учитель математики. Обратите внимание, значит, вот я вывела содержание работы, то есть способы решения текстовых задач, и есть задачи на движение, на проценты смеси сплавы, на совместную работу, заключение и список литературы. То есть вот оформление самой работы. И я предлагаю вам некоторые вопросы, которые можно, например, решать, используя графический метод решения. То есть ребенок, и в помощь учителя, он помог его в том, что, ну на самом деле, это же исследование. Хотя, конечно, вот те коллеги, которые работают давно в школе, то наверняка тот, кто делал подписку на журнал «Математика» в школе, вы могли обратить внимание, что много-много лет назад была такая статья большая про графический метод решения текстовых задач. Как раз с использованием линейной функции. Но девятый класс физико-математически интересно. И вот смотрите, представлены задачи. Первая. Из двух городов навстречу друг другу одновременно отправились два велосипедиста. Проехав некоторую часть пути, первый велосипедист сделал остановку 30 минут, а потом продолжил движение до встречи со вторым велосипедистом. Расстояние между городами составляет 144 километра. Скорость первого велосипедиста на 24 километра в час больше скорости. Скорость второго – 28. Определите расстояние от города, из которого выехал второй велосипедист до места встречи. Ребенок решает, используя, посмотрите, он рисует на компьютере, то есть здесь у нас идет и информационная грамотность, информационно-коммуникационная грамотность используется и используются графические способы решения задачи, то есть построение графиков. И вы сами понимаете, что работа очень интересная. Кроме того, обратите внимание на то, что Екатерина Олеговна говорила, что в задании к занятию очень много в мобильном электронном образовании есть такая позиция – составьте сборник задач. И в пятом классе, когда мы начинаем работать с текстовыми заданиями. И вот в седьмом классе Екатерина Олеговна показывала. И очень мне понравилось то, что Екатерина Олеговна использовала как раз вот комбинаторику, статистику, то есть теорию вероятности, математическую статистику, как раз вот тот новый предмет, который сейчас уже вошел в перечень учебных предметов со следующего года, реализуя федеральный государственно-образовательный стандарт, у нас в школе должно быть три предмета. Хотя, конечно, выбор за вами, уважаемые коллеги, за вашими школами. Будете вы реализовывать его полностью или будете продолжать вот идти по старому стандарту. Тот, кто будет реализовывать полностью, то там у вас должно быть, я напомню, три предмета – алгебра, геометрия и вероятности статистика. Так вот, обратите внимание, что ребенок составил сборник задач по математике, графическое решение текстовых задач. То есть, вот, пожалуйста, опыт работы с мобильным электронным образованием как раз показывает, что и учитель, и ученик нашли общее вот такое задание и выполнили вот такой хороший индивидуальный проект. Если мы шагнем немножко вперед, то я опять же хочу сказать, что вот есть у нас в математике в шестом классе задание десятое отношения и пропорции. Описание задания к занятию. Поскольку у нас задание к занятию носит исследовательский характер, посмотрите, тоже какое интересное задание. Что он прокладывает маршрут? Само даже название интересно. Обязательная задача этого занятия – научиться находить отношения чисел и величин, вычислять расстояние между объектами на карте и на местности. Изучив материалы занятия, отношения и пропорции, составьте маршрут выходного дня для вашей семьи, включающей в себя посещение двух городов Золотого кольца. И обратите, пожалуйста, внимание, сразу, какая замечательная помощь идет. План составления маршрута. А именно, выберите два города, входящие в состав Золотого кольца. Пользуясь картой, вычислить расстояние от вашего города до выбранного вами городов. Рассчитайте время, которое потребуется. Ответьте на вопрос. В общем, посмотрите, очень много, то есть получается, целая контекстная задача, которая сейчас в федеральном государственном образовательном стандарте является одной из основных для того, чтобы мы могли реализовывать федеральный государственный образовательный стандарт. То есть вот он, план составления маршрута. Ребенок в шестом классе, выполняя это задание, запомнил его, может быть, применял его раньше и составил свой индивидуальный проект. Значит, это у нас муниципальное бюджетно-общепрозвательное учреждение города Челябинска, лицея номер 11. Индивидуальный проект, маршрут выходного дня. Тема «Парижский полумарафон». Вот, уважаемые коллеги, такое совпадение произошло, что сегодня у нас в Челябинской области проходит седьмой «Парижский полумарафон». Тип проекта социальный, потому что ребенок решил, что математика, может быть, и не столь как бы вот ему интересно, а вот как показать, как они вместе с родителями посещают это мероприятие, это здоровый образ жизни, это личностный контекст. Понимаете? Вот, и получается, он полностью рассказал на основе материала, который был в шестом классе, вспомнив, учитель ему в этом помог, они составили индивидуальный проект. Итак, обратите внимание, есть содержание, введение, папа, мама, я, спортивная семья, то есть ребенок рассказывает о своей семье, он рассказывает об истории парижского полумарафона, он рассказывает о путешествии на полумарафон, есть заключения и список литературы, которые он использует. Значит, вот обратите, пожалуйста, внимание, здесь есть у нас и наша Челябинская область, он рассказывает о том, где находится село Париж, что оно находится, в Нагайбакском районе, что до него по карте расстояние 290 километров. От Челябинска, если ехать по шоссе, 3 часа 40 минут, рассчитывает, сколько необходимо литров, если машина на 100 километров расходует 8 литров бензина. И стоимость топлива показывает весь путь, то есть какие города, какие населенные пункты проезжают мама, папа и ребенок, вот, когда едет на этот полумарафон. Рассказывает о самом полумарафоне, рассказывает об истории села Париж, что это небольшое село, которое расположено на юге Челябинской области, и получило оно свое название в 19 веке. Ребенок выполняет презентацию, показывает фотографии, фотографии во время презентации, и в 1842 году по указу императора Николая I казачье поселение номер 4 переименовано в честь европейской столицы. Село Париж должно было увековечить память о победах русских солдат над армией Наполеона в 1812 году. Обратите внимание, здесь не только математика, здесь у нас идет и история, и наш национально-региональный компонент, и личностный контекст. Ребенок показывает, что папа его является участником этого марафона. При этом он показывает, ребенок показывает, что 8 дистанций. В прошлом году было 2200 участников на маленькое вот это село и 2500 гостей. показывает, что есть для полумарафон, потому что самая длинная дистанция это 21,1 километра, есть 10 километров, 5 километров, есть дистанция для детей, есть дистанция, которая не для бега, а, например, скандинавская ходьба и так далее. Чем же прославилось село Париж? Оказывается, что в битве за Париж участвовал будущий губернатор Оренбургского края, а это область, которая ограничен с нашей Челябинской областью, и рассказывает, показывает фотографию этого будущего генерала-губернатора, и именно благодаря его хозяйству появились у нас в Челябинской области вот такие населенные пункты, которые расположены к востоку от Урала, а это Кастель, Лепциг, Берлин, Фершен-Пенуаз и Париж. И когда они ехали по дороге, они видели как раз и проезжали Фершен-Пенуаз и прибыли в Париж. То есть вот про что я хочу сказать, уважаемые коллеги, что проект это, конечно, 5 П. Первое это проблема, второе это проектирование, это поиск информации, это продукт, это презентация, это портфолио. И все от того, каким образом мы будем вместе с детьми содействовать, вот у нас и получится очень интересный проект. Метод проектов, конечно, невозможен без постановки проблемы, потому что наличие проблемы требует исследования ситуации. Екатерина Олеговна совершенно правильно показала вам наши задачники на проектной и исследовательский характер. Но она обратила ваше внимание только на предмет теории вероятности математическая статистика. Если вы заглянете дальше в них, то вы увидите, что очень много интересной информации и по алгебре есть, и по геометрии есть. И вот если использовать проектную деятельность и использовать задания к занятию, которые являются толчком для создания проекта, то, наверное, у нас получится очень много интересных проектов. Метод проектов предусматривает самостоятельную деятельность учащихся. Они решают проблему на основе активного применения полученных знаний. Тем самым обучающиеся осознают, как можно использовать приобретенные знания в практической ситуации. А у нас как раз одна из задач является применение математики у себя в дальнейшей жизни. метод проектов связан и с научно-исследовательской деятельностью. про что я рассказывала в предыдущем. Этот метод основан на приобретении и развитии учащенности познавательных навыков, умений в группах или самостоятельно применять свои знания. При выполнении проекта я еще раз вам говорю о том, что учащиеся могут и, конечно, должны использовать компьютерные информационные технологии, потому что его нужно напечатать, нужно сделать презентацию, нужно создать портфолио, и применение современных технологий способствует активизации познавательного интереса учащихся в развитии их творческих способностей и стимуляции их умственной деятельности. Участники проекта, конечно, сами выстраивают процесс познания, все это понятно, но учитель, мы с вами как учителя выступаем в роли наставника консультанта. Обратите внимание, у вас вот на титульном листе проектов у нас везде написано наставник, ну, например, вот в 11-м лицее наставником является Шунайлова Наталья Сергеевна, учитель математики. Вот. И именно мы учителя помогаем развивать активность, инициативу и самостоятельность учащихся. Результатом выполненного проекта должно стать решение поставленной задачи. Вот в первом случае это у нас был сборник задач, то есть вот он проект, мы можем его взять в руки, посмотреть, поизучать, показать. Теперь в 35-м лицее города Челябинска есть такой сборник задач, и этот сборник задач можно использовать и учителям на уроках, и можно работать в рамках городского методического объединения учителей математики показывать, и можно работать непосредственно с коллегами в других школах. Кроме того, если мы говорим вот про этот проект, то здесь, конечно, можно использовать его и на уроках истории, и этот проект можно использовать и на уроках физической культуры, потому что, например, несколько лет назад в наш парижский полумарафон приезжал даже чемпион мира по легкой атлетике Барзаковский, и есть фотографии с этим человеком, то есть можно вот этот проект расширить дальше, и с этим проектом можно работать дальше. Итак, при использовании метод проектов, что делает ученик? Он определяет цель деятельности, открывает новые знания, экспериментирует, выбирает пути решения. Он активен и несет ответственность за свою деятельность. Хорошие, да, хорошие должны быть у него по результатам проекта сформироваться качества. Мы, как наставники, как учителя, помогаем, определяем, рекомендуем источники информации, раскрываем возможные формы работы, содействуем прогнозированию результата, создаем условия для активизации школьников. И таким образом к важным положительным факторам проектной деятельности, конечно, у нас относятся повышение мотивации учащихся при решении задач, развитие творческих способностей детей, развитие критического мышления, смещение акцента от инструментального подхода в решении задач к технологическому, формирование чувства ответственности к созданию условий для отношения сотрудничества между учителями и учениками. Таким образом, проектная деятельность помогает в интересной, нескучной форме формировать универсальные учебные действия, что позволяет полноценно реализовать цели и задачи федерального государственного образовательного стандарта нового поколения. Ну вот на этом, уважаемые коллеги, мы бы хотели, наверное, с Екатериной Олеговной, если нет к нам вопросов. То есть, я думаю, что мы заинтересовали вас нашей платформой мобильное электронное образование. Я думаю, что у вас тоже достаточно много интересных проектов в области и математики, и межпредметных, и метапредметных проектов. И я думаю, что у вас тоже накоплен большой опыт работы с проектами. Но я обращаю ваше внимание на то, что, уважаемые коллеги, что в МЭО есть и тетради, на которые вы можете ссылаться и брать оттуда информацию. Есть очень много интересных заданий, которые могут стать пунктом отправления для создания новых проблем, ой, новых проектов. Ну, на этом, наверное, мы завершим нашу с вами встречу. Мы хотим поздравить с Екатериной Олеговной вас всех с наступающими майскими праздниками, всем пожелать здоровья и хороших деятельностей и в области нашей деятельности и наших хороших учеников. Всего хорошего. Спасибо за внимание. Всего хорошего, коллеги. До свидания. До свидания.